Я художник Андрей Кравчук, искусствовед тоже, и сейчас мы присутствуем на выставке фотографии Татьяны Игоря Мирошниченко и тема «Героический северо-запад Москвы». Это у нас «Дом культуры Алые паруса». Интересная выставка. Вот они оба. Оба, вот они, да. Улыбаются. Улыбаются. И сидят на берегу северо-западного округа. Да, Игорь, идите сюда. Автор. Да, автор, автор, идите сюда. Рассказывайте, что вас побудило, как говорится. Мы жители северо-запада. Много лет живем в этом районе Москвы. Ну и наши фотографии, в общем-то, связаны в большинстве выставок с нашим районом. Темы у нас были разные. Данная выставка посвящена названию улиц северо-западного округа Москвы, связанной с Великой Отечественной войной, с ее, так сказать, героями. И другими, так сказать, событиями, связанной с Великой Отечественной войной. Так, вот это что такое на улице Свободы? Камень. Значит, вот представлены в честь народного ополчения, которое было организовано тогда в городе Тушино, который сейчас стал одним из... А где он стоит? Около универсама, да? Он стоит на берегу Химкинского водохранилища, на улице Свободы. Прямо там, в начале, да? Нет, в середине. Вот дальше как раз обрыв, и там стоят подводные лодки, музей подводной лодки. Прямо напротив северного речного вокзала. Ага, так, а этот танк? Этот танк на фоне префектуры нашего северо-западного округа. Вот он установлен. Боже мой. Я еще помню, не было танка. Ну, правильно, делали, движется. Это близкий район к нам, улица народного ополчения. Вот представлена сама улица, как она выглядит. Вот памятник народному ополчению. А вот еще танк. Где? Вот еще танк. А теперь, если пройтись по улицам, мы увидим разные улицы, посвященные разным героям. Вот улица Катукова. Это у нас район Строгино. Вот так она выглядит. Стоит памятник, посвященный тоже Великой Отечественной войне. Вот улица в октябрьском поле, улица маршала Соколовского. Ну, вот она выглядит вот так. Ага, так. Улица одного из выдающихся танкистов маршала бронетанковых войск, рыбалка. Тоже в район октябрьского поля метро. Тоже танк. Танк. Ну, слушайте, сплошные танки же. Вот улица тоже в районе улицы Берзавина. Вот так выглядит с мемориальным такой. Танки наши быстрые. И танки грязи не боятся. Да. Кто бы мог подумать, что Северная Тушино – это родина танков. У кого-то бы не танков. Улица Березова, тоже в районе октябрьского поля, одного из маршалов Победы. Тоже мемориальный знак и сама улица. Вот метро Октябрьское поля здесь показано. Ага, и две башенки. Да, и вот то же самое. Продолжение улицы Березова в другую сторону. Она вот выглядит. Уже современное строительство, многоэтажки. А это вот что такое? Это парк… Это сквер прямо вот это самое. Два монумента в разных углах стоят. Вот такие вот. А не два монумента? Ну да, с одной стороны углы и другой. Ага, понятно. Это знаменитая улица, находящаяся прямо рядом с Домом культуры Аллы и Паруса, улица Фомичёвой. Одной из восьми женщин-героев Советского Союза, лётчиц. Вот, так сказать, улица Фомичёвой. Она погибла здесь, да? Нет, она не погибла. Она умерла после войны, ну, в 43 года. Но была участником одна из восьми женщин-героев Советского Союза, получившая во время войны это звание. Она была в этом полкове сомном, да? Который вот тут вот дислоциал. Да, в начале улицы, с одной стороны, вот стоит такой на доме памятный знак, а с другой стороны сквер, где установлен камень с напоминанием о ней и возможность установления какого-то более современного памятного знака или скульптуры в её честь. Так. Вот улица знаменитого генерала Карбышева. Вот это её современная часть, осенью, красивое время. Вот его памятник с другой стороны улицы. И вот граффити на здании рядом с памятником на соседней пятиэтажке. Это граффити было очень долго не видно, особенно летом его не видно, когда я надели листья, его не видно. Вот как-то я несколько раз проходил мимо и не замечал его. А осенью, проходя, увидел, когда листья осыпались, очень симпатичное граффити. И вот здесь стоит отметить такое внимание. Внимание, что? Вроде граффити, посвящённое такому человеку. И внизу чисто унитарная зеркальная мастерская, темный ларёк, может быть, всё что угодно. Это, как говорится, современность. Это наш быт. Вот парк Северное Тушино. В этом парке есть такая вот аллея славы. Вот она примерно вот так выглядит. Здесь вот такие стенды. И вот посажена сирень с памятными табличками в честь людей, которые были участниками войны в то время и жили в Тушино. Ну, это проспект Маршала Жукова. Вот памятник ему на начале проспекта и доска. И вот он так выглядит. Так это тоже Тушино? Да, это проспект Маршала Жукова. Северо-запад. Это же выставка посвящена в Северо-запад. А, просто Северо-запад. Не Тушино, а Северо-запад. И в Тушино в том числе. Это улица Волоколамское шоссе. На ней, около метро Тушинской, на здании, вот такой граффити, посвященный Маршалу Жукову. Вот её адрес написан даже. Ага. Страхование внутри. Да. Это вообще интересно. Так. Ну, это вот улица Зенитчиков. Она находится там в Митино, на окраине Митино. Тоже стоит орудие. Вот зенитка. Кто говорил, что одни танки? Нет. Вот зенитки есть. Вот. И на Пятницком шоссе есть вот такие вот сквер, такой посвященный зенитному полку, который стоял в то время в Митино, в деревне Митино. Вот такой вот мемориал. Вот это 3-4 фотографии, посвященные мемориалу. Там ракета вообще целая. Ну, тут и вот о нём написаны и пушка зенитная, и современные ракеты, и монумент госпиталю, там, где раненых было много, здесь госпиталь был похоронен. И вот такой сквер вот получился в этом месте. Понятно. Так, а это что? Здесь улица Свободы, вернее, улица Сходнинская. Вот такой есть памятный знак, посвященный жителям, которым участникам войны, жителям Тушино, города тогда. Угу. В Строгино есть вот такой мемориальный народный парк, так называется, парк 70-летия Победы. Вот он так выглядит, и вот такой монумент. Угу. Ну, а это вот улица Героев-Панфиловцев. Вот она улица, вот там монумент, вот это вот монумент, вот так выглядит, очень симпатично. Сейчас... Библиотека там ещё до сих пор. Сзади, да. Мы в ней тоже выставляли выставки похожие. А-а-а. Сейчас, правда, вместо пушки, пушку сдвинули, поставили бюст генерала Панфилова. Ну, у меня старый вариант, мне больше нравится. Угу. Понятно. Так, а тут что у нас? Тут у нас улица Зорге и памятник Зорге. Вот улица вот выглядит вот так она, и памятник Зорге. Ага. Это улица генерала Вершинина. Табличка с нему названием, и вот Вершина. Ага. Тихо, тихо, тихо. Вот здесь улица тоже... Тихо. Улица генерала Глаголева. Тоже граффити интересное, которое можно увидеть только, когда глухая осень или раннее сна, когда нет листьев. Так. Улица Вершава-Белобородова. Ну, здесь вот сама улица, вот такие вот граффити посвящённые. Ну, самый интересный элемент, это вот там. Так, а тут что интересный элемент? Почему? Здесь... Здесь очень интересный элемент. Это памятник Василевскому маршалу. Тоже граффити такой вот интересный. И монумент около метро. Ну, Биус-то знатный, кстати, профессиональный. Да, это около метро Октябрь, Щукинская. И вот Алёшкинский парк. Со времён войны сохранилось две могилы лётчиков, которые были похоронены, погибли здесь, около Тушинского аэродрома. Прямо на этом месте? Ну, их похоронили здесь, на этом месте. Здесь, где была улица аэродромная, был в своё время аэродром. Ну, прямо он тут же и упал, да? Ну, наверное, так сказать, где-то здесь. Полк стоял здесь. Вот здесь их и похоронили. Вот так. Не, полк-то там, наверное, стоял дальше. А тут... Ну, полк, он, понимаешь, занимает какое-то определённое место. Где-то служба, где-то полоса, где-то ангар. Ну, в общем, вот такой момент. Он сохранился до сих пор. Это стоит в Алёшкинском парке, Алёшкинском лесу. Вот такие две могилы лётчиков. Понятно. Да, я видел, что-то они эти... Вот это всё, что представлено на этой выставке. Есть ещё некоторые элементы, которые не вошли в неё, просто как бы это первая часть. В настоящее время работаем над продолжением данной темы. Может быть, наберём материал на вторую часть выставки, похожую. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»